Дамы и господа, я Фёдор, вы на канале FXPC, и сегодня я хочу в очередной раз затронуть тему бесполезности трассировки лучей. Ну типа мы все с вами понимаем, что это интересная технология, которая делает картинку реально круче, и возможно даже упрощает жизнь разработчикам видеоигр, но при этом прямо сейчас она не является той самой ценностью, за которой мы, геймеры, будем доплачивать при покупке видеокарты. Некоторое время назад у меня была видеокарта RTX 2070. Это очень крутая, хорошая видеокарта, которая обеспечивает достойный уровень производительности и умеет в трассировку лучей. При этом это вам не какая-то ссаная 2060, у которой трассировка лучей скорее для галочки, потому что реально играть с ней практически невозможно. 2070 это уже нечто большее, нечто более крутое. Я довольно долго думал, в каких играх протестить трассировку лучей, и остановил свой выбор на новеньком Control. Поскольку у меня широкий 21 на 9 монитор, я играл на разрешении 3440 на 1440, но карта захвата записала видео в формате 16 на 9, поэтому оно получилось каким-то сжатым. И так, кстати, даже лучше, потому что на ютюбе вы все увидите в 16 на 9. Значит так, смотрим на самую первую сцену в Control. Максимальные настройки качества и без лучей. Получается что-то около 44 фпс. Теперь вдобавок ко всему этому подключаем средние настройки лучей. И получаем что-то около 36 фпс. Низкие настройки трассировки лучей я не тестировал принципиально, потому что технология либо есть, либо ее нет. А такая полумера, как самые низкие настройки, меня в общем-то не интересует. Но вернемся к нашим средним. И в отличие от выключенных лучей, мы сразу видим большее количество отражений на полу. Он стал каким-то более мраморным, более зеркальным. И при этом гораздо интереснее смотрится тот самый свет сзади, где написано Control. Теперь выкручиваю настройки лучей на высокие. Фпс падает до 27, а пол превращается вообще в какое-то зеркало. Как по мне, картинка стала менее реалистичной, а фпс упал уже очень сильно. Из любопытства я протестил эту сцену еще на двух интересных настройках. Я понизил разрешение до 2560 на 1080. Это как если бы у меня был тоже 21 на 9 монитор, но с меньшим разрешением. И вот без лучей получается 73 кадра в секунду, а с высокими лучами 43 кадра в секунду. При этом, как ни пытался найти заметные различия, у меня так и не получилось. Поэтому если я когда-нибудь соберусь проходить Control, я с кайфом сделаю это на таком пониженном разрешении. Дальше как раз большую часть тестов я сделал на пониженном разрешении. Мне это показалось чуть более разумным. И вот я прошел игру немного дальше, оказался в следующем коридоре. И здесь сразу же бросается различие между без лучей и с высокими лучами. Присмотритесь к отражениям и теням в правом верхнем углу. Растеризация устроена таким образом, что можно сделать тень только к тому объекту, который есть у нас в кадре. При этом части ламп потолочных у нас в кадре как бы нет. И поэтому там, где мы играем без лучей, мы видим просто внезапно пустое пространство. Хотя по логике там должен быть свет и тень. Еще сильнее эту разницу будет заметна, если мы не будем тупо стоять и пялиться в одну точку, а немного побегаем по коридору. Едем дальше и в следующей сцене я отчетливо вижу разницу между картинкой с трассировкой лучей и без трассировки лучей. Но при этом я не могу сказать, что картинка с трассировкой лучей мне нравится как-то ощутимо больше. Она просто немного другая, но при этом картинка без лучей ничуть не хуже. Еще дальше и вот я в очередном каком-то коридоре. И здесь разница между с лучами и без лучей точно так же заметна невооруженным глазом. Картинка с лучами выглядит сочнее и живее. Пол стал каким-то более правильным, более мраморным. Но при этом половина поверхности превратилась в долбанное зеркало. Входим в кабинет директора и опять же разница заметна вообще без каких-либо детальных всматриваний. Но здесь очень интересный случай, потому что потолок мне больше нравится там, где нет трассировки лучей, а пол при этом кажется более правильным и реалистичным вместе с трассировкой лучей. Но если упростить, то я совершенно не понимаю, почему за такую картинку я должен отдать 20 с небольшим FPS. Или если выражаться в деньгах, то купить более мощную видеокарту. Следующая сцена, где мы попадаем в такую большую белую симуляцию типа того. Здесь картинка с лучами мне нравится намного больше, чем без лучей. Но при этом я не вижу никакого смысла переплачивать за высокий уровень лучей. Вполне хватает и среднего. И теперь давайте посмотрим на убежище и висящего рядом человека. Разница между двумя картинками огромная. Но мне почему-то кажется, что пол, опять же, нереалистично зеркальный. Он не должен так отражать вообще все пространство. На стену свет падает вроде бы правильно, но при этом стена тоже какая-то слишком зеркальная. А если присмотреться к деталям, например, к тени возле желтого аппарата, который справа, то мне кажется, что эта тень более реалистична там, где трассировки лучей нет. А еще в Control я нашел один неприятный баг. Когда я включаю трассировку лучей на уровень High, у меня сразу же начинает колбасить вообще все тени. Присмотритесь, это очень заметно и это мешает играть. И я искренне надеюсь, что этот косяк проявляется только в бесплатной версии из моего любимого магазина. Короче, какой вердикт? Если у вас какая-нибудь 2080 Ti и при этом далеко не 4К монитор, то включить настройки лучей на средние и радоваться жизни это просто отличный вариант. Типа так вы получаете и чуть более крутую картинку, и при этом не сильно падает FPS, и при этом видеокарта сама по себе довольно мощная для того, чтобы выдавать высокий FPS. Но когда речь заходит о видеокартах уровня 2060, 2070 и даже 2080, трассировку лучей я бы в принципе не рассматривал. Ну может быть на 2080, но только в Full HD или в таких вот подобных небольших разрешениях. И в моем понимании трассировка лучей это украшение. То есть ее нужно включать только тогда, когда вы уже выжили из игры максимум. То есть выкрутили максимальные настройки качества, максимально возможное для вашего монитора разрешение. Во! А еще Nvidia ведь запилила поддержку трассировки лучей для видеокарт поколения Pascal. И у меня на тот момент была 1080 Ti, и я решил проверить каково же оно. Начальная сцена 1080 Ti, максимальные настройки графония 2560 на 1080. Получается 71 FPS, то есть точно так же как у RTX 2070. Это может говорить либо о супер хорошей оптимизации контрола под современные видеокарты, либо просто под очень плохую оптимизацию под старые карты. Врубаю средние настройки лучей, и FPS сразу же падает до 30. Получается, что Nvidia запилила эту поддержку исключительно для того, чтобы вы могли посмотреть, как вообще выглядит игра с этими настройками. Понятное дело, что играть на таких настройках с таким FPS очень тяжело. Но типа если вам понравилась, как выглядит игра с трассировкой лучей, то может быть Nvidia таким образом заставит вас купить новую RTX. Короче, мое мнение абсолютно не поменялось с тех пор, как Nvidia вообще выпустила видеокарты линейки RTX. Прямо сейчас, в общем-то как и раньше, я не то чтобы призываю вас бойкотировать трассировку лучей, я призываю вас выбирать видеокарты не по принципу поддерживает трассировку или нет. Это крутая технология, которая делает картинку интереснее и заслуживает огромного внимания. Но пока что поддержка со стороны игр минимальна, и вообще возможности железа минимальны. Проще говоря, если у вас есть деньги на 2080 Ti, или того лучше на пару таких карт, базара ноль. Берите 2080 Ti, врубайте лучи, радуйтесь жизни. Но если вы рассматриваете видеокарты уровня 2080 или ниже, то тогда рассматривать лучи приходится только для 1080p или в лучшем случае 1440p разрешений. Я не знаю, насколько оправдано покупать 2080 для Full HD монитора. По-моему, это немного переплата. И как бы оно ни было, цены на бэушные 1080 Ti на Авито продолжают ползти вниз. И сейчас видеокарту реально купить вообще за 20 тысяч рублей. И типа, камон, 1080 Ti за 20-ку, или 2080 новая в магазине за 50-ку, ну, как бы даже две 1080 Ti будут дешевле, на случай, если одна сломается. А предложения от AMD вообще интересны как никогда. Берем 5700, прошиваем BIOS от 5700 XT, тратим еще полдня на то, чтобы максимально разогнать видеокарту, и получаем нечто крайне близкое к 1080 Ti. Все еще не тот высокий уровень, но уже что-то максимально близкое. И при этом намного дешевле. Пишите в комментариях, на какой видеокарте сидите вы, и обязательно пишите, используете ли вы трассировку лучей в играх, если ваша видеокарта ее поддерживает. Лайк, подписка, колокольчик. До новых встреч, пока!